Непря, то есть мирная, торговая, не воинственная река. И вот по ней именно шли ладьи, покупали здесь у нас смолу, лес, пеньку, хлеб, овчину, пушнину. Или мы отвозили в другие страны свой товар. А покупали у других, наоборот, заморские какие-то товары. Серебро, золото, украшения, сельдь, вина, воск, того, чего у нас не было. И вот сейчас вдоль Днепра мы едем. Днепр обмелел, конечно, он не такой красивый, как раньше был, не такой широкий. Потому что в 17 веке стали вырубать прибрежные леса под башни. И вот совсем обмелел. И уже раньше ходили сюда, до 1936 года, в 1941 году еще использовали реку. Но сейчас уже ничего не ходит, был такой прогулочный катер, и то его запретили. И мы едем в район, который называется Смедынь. Потому что там были смолокурни, тоже запах смолы, где вот эти были мастерские. Был острый, сильно пахнущий, смердячий. От этого слова Смедынь. И вот там, на Смедыне, произошло важное событие для наших крестьян. В сентябре 1015 года был убит князь Глеб. У князя Владимира было 12 сыновей. И он хотел, чтобы после его смерти сели на престол Борис и Глеб, которые были дети от православной жены Анны, да, после того, как он принял крещение. Но Святоболка Каян, старший сын, решил после смерти отца, князя Владимира, убрать всех со своего пути. Сам занял Киевский престол и послал убийц. Сначала к Борису. Его убили убийцы на реке Альте под Киевом. А затем сюда, к Глебу. Он плыл по реке Смедыньки. Это приток Днепра, который сейчас высохло. И вот Владья плыл. Убийцы подоспели. Зашли в ладью и сказали повару, убей своего хозяина, иначе мы тебя убьем. И повар перерезал своему хозяину горло, как агонцу. И выпросили тело Глеба на берег реки. Прямо сейчас. И вот люди боялись не упадать, потому что Святоболка Каянова боялись. И видели, что от него идет столб света. И слышали ангельское пение, исходящее тоже с этого места. Звери не тронули его. Оно осталось нетленным. И потом Ярослав Мудрый, брат тоже их, нашел тела Бориса и Глеба. Перенес их в Выжгород. И там сначала они были под спудом, под землей. Тоже там один варяг наступил, и огнем попалились его ноги. Какие-то чудеса стали происходить от могилки, где они лежали. Потом их уже, как первых русских святых, перенесли в храм. И тоже там были различные чудеса. И потом стали уже видеть, как они рассказывают, как являлись. Их стали продолжать строить в храм в других городах. Также было свое живописное, что уже в конце века писали по сухой штукотовке техники Альсека, что давало возможность более медленно детально вырисовывать все мелкие детали. И сохранилось, посмотрите, какая огромная фреска на характере. Вот конец, 15-го, и здесь по бокам. И вот здесь сделали как-то физонистский рам. И вот здесь делали как-то физонистский рам. И вот здесь, кстати, рам. И вот здесь, вот ангел Михаила. И есть собор, ангел Михаила. И вот здесь, вот ангел Михаила. Вот Игорь, Игорь, Игорь. Еще раз поднимем так, что рубежицу. Работный и отделился. Вот он в», и так я бы вам не могу упомянуть.